Пресвятая дева, как же мне больно! Что случилось, синьора мечи? Вы побледнели? Вам плохо? У меня сильно болит живот. Давайте, я вас удобнее уложу в постель. Не надо. Уже проходит. Вам становится легче, синьора? Да. А где Хорхе Луис? Он ушел. Уж он ушел? Час назад. Он даже не попросился со мной. Беренис, мне нужно глотнуть свежего воздуха. Помоги мне выйти в сад. А давайте я попрыгнусь от меня. Ай, мой живот, я не могу дальше идти. Лучше я лягу. Что со мной? Может, начались лапки, синьора? Этого не может быть, ведь у меня всего семь месяцев. Я знаю многих детей, преждевременно родившихся. Это правда? Так говорила моя бабушка. Мне очень плохо. А Хорхе Луиса все нет и нет. Ай, синьора, а вдруг вам будет хуже? Может, извести Доню Мальвину? Да, так будет лучше. Кажется, опять отпускают. Тогда это точно схватки. Главное, лежите спокойно, синьора. И больше не вставайте. А я сейчас приду. Лежите. Войдите. Извините, синьора, но мне нужно вам кое-что сообщить. Что случилось, Беренис? Может, я ошибаюсь, но кажется, у Мечи начались роды. Да. Да, ей очень плохо, вы не верите? Но у нее всего семь месяцев, это невозможно. У нее схватки, и она сильно побледнела. Может, это расстройство желудка. Может, съела что-то не то. Синьора, лучше позвать доктора. Ладно, я приду к ней. Пусть подождет. Да, синьора. Ай, синьора, вам все еще больно? Очень, Беренис. Очень, очень больно. Сейчас придет Доня Мальвина. И тогда она разрешит вызвать врача. Беренис, рожать еще больнее. Бабушка говорила, что да. Ай, мне так больно. Что случилось, дорогая? Кажется, ребенок хочет выйти из моего живота. На свет, Боже, Доня Мальвина. Ты выглядишь бледной. Я вызову врача. А может, ты что-то съела не то? Нет, Беренис думает, что это преждевременные роды. Но это опасно. Вы думаете, мой ребенок может умереть? Конечно. Но не переживай. Беренис посидит с тобой. А я пойду позвоню доктору. Вы можете позвонить Хорхе Луису и вызвать его срочно ко мне? Но Хорхе Луис сильно занят на работе, его нельзя отвлекать. Позвоните, пожалуйста, отсюда врачу. Успокойся. Ты позвоню с коридора. Ай! 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 А зачем звонить врачу? Может, она помучается, помучается и умрет. А все наследство Сантьяго перейдет к моему сыну. А значит, и ко мне. И надо тянуть время и не вызывать врача. Пусть она умрет. А, Господи, сделай так, чтобы она умерла. Пусть она умрет. Пакита, мне нельзя прийти домой. А то Фелита учует, что я выпил. Поэтому я всю ночь должен притворяться, что работаю тут. Может, мне действительно тут всю ночь поработать. Она знает, что ты опять сорвался. Если узнает, то убьет. Поэтому приходится от нее прятаться. Позвони ей и скажи, что я остался здесь работать. До утра. Пожалуйста, не выдавай меня пакита. Хорошо, скажу. Я бы бросил пить, если бы мог. Но это для меня слишком тяжело. Потому что я алкаш со стажем. И мне тяжело отвыкать. А я не могу тебе разрешить работать в моем заведении всю ночь. Ты опять в пиану перебьешь все мои бокалы. Как уже было не раз. Так что иди домой. Нет, 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 нет. Домой мне нельзя идти ни в коем случае. Куда же мне тогда идти? Тогда придется прятаться всю ночь в другом месте. Будь сильной, Мечи, держись. Не могу, Дигна. Мне очень больно. Меня разделяет на части. Ай, ну почему же врачи не приезжает так долго? Нам остается одно. Надо всем троим молиться Богу. Дай мне эту бутылку. Ага, попался. Значит, Чупа смертветский пьян. А Филагония ничего не знает. Надо доложить. Горь мне, если ты не дашь мне эту бутылку, парень. Сынок, как хорошо, что ты пришел. В чем дело, мама? Мечи очень плохо, кажется, начались роды. Но срок еще не наступил. Сколько времени она мучается? Почти весь день. И ты до сих пор не отвезла ее в больницу? Я заняла доктора Торреса. Он почему-то не приехал. Я не виновата, сынок. Я больше не могу. Мария Мершеда, что с тобой? Я умираю. Со мной умирает наш ребенок. Мы умрем вместе. Помоги мне. Спаси меня. Мы умираем, Хорхе Луис. Мы умираем. Мария. Ай, я больше не могу терпеть. Мария Мершеда, что случилось? Я умираю, Хорхе Луис. И наш ребенок тоже умрет. Нет, он не умрет. Мы вместе умрем. Нет, любимая, не думай так. Когда у нее начались боли? Около двух часов назад. Мама звонила доктору, но он почему-то не приезжает. Тогда надо позвонить другому доктору. Иди позвони Беренис. Беренис, так же приготовь сеньоре одежду. Я отвезу ее в роддом. Приготовь ей халат и платье. Успокойся, любимая. Все будет хорошо. Ничего страшного не случится. Господи, я не хочу. Я боюсь. Мне будет больно. Тебе не будет больно, любимая. Отпустите ее. Я сам отнесу ее на руках. Открой дверь, Беренис. Держись, Мария Мерседес. Братик, может мне пойти с вами? Иди, если хочешь. Пошли, пошли. Пойдите. Как дела, Фило? Ай, ты больше не дуешься на меня, Чунита. Я поняла, что не надо обижаться. Ты только спасла меня от алкаша. А не для меня. У меня есть ангел-хранитель, который отвел от меня беду. Не понимаю тебя, Чунита. Честно, лучше бы я никогда не встречалась с Чупасом. Жизнь с ним превратилась бы в ад. У меня с Чупасом все в порядке. А да, конечно, глаза не видит, сердце не чует. Что ты пытаешься мне сказать? А ты разве не знаешь, где твой муж? Сейчас он должен быть на работе в ресторане у Пакиты. Ты уверена? Алкемера прошлой ночью не приходил домой. И сегодня тоже прислал мальчика, который сказал, что он не вернется до утра. Все мужчины лжецы. Значит, Чупас тебя уверяет, что не пьет. А ни капли. И это правда. И если бы он выпил, я сразу бы учуяла. И сразу бы поняла-то, как мы проводим ночи вместе. А у нас сейчас он проводит ночи на работе. А да. Поэтому, когда он напивается, ты не знаешь об этом. Что ты имеешь в виду? Что Чупас тебя обманывает и прикладывается втихаря к бутылке. Он делает это тайком, пока ты не видишь. А я смотрю, ты знаешь больше о жизни моего мужа, чем я. Ты специально говоришь неправду, чтобы внести разлад в мою семейную жизнь. Нет, это правда. Я что знаю, то и говорю. Я только что видела его в магазинчике на рынке. Он еле держался на ногах. Но хотел купить еще одну бутылку. Мне очень плохо, доктор. Я не мог привезти ее раньше, потому что меня не было дома. Мы сейчас же осмотрим ее, сеньор. Она боится, что умрет вместе с ребенком. Я не хочу, чтобы они умерли. Спасите их, доктор. Я не верю тебе, Чунита. Ты думаешь, я праву? Я особенная, поэтому он и женился на мне. А я поняла, что всякая, кто выйдет за этого алкаша, будет нести на себе крест несчастья. Таким образом, ты спасла меня от злой судьбы. Откуда я знаю, что ты не лжешь? Иди в ресторан Паките и спроси ее. Она должна быть видела его пьяным. Послушай меня, Филогония, ты ничего не потеряешь, если поинтересуешься. У него слабая воля, и он не может отказаться от алкоголя. Хорошо, я пойду к Паките. И если ты сказала неправду, то ты заплатишь за это. Но если ты сказала правду, то я, наоборот, тебя за это отблагодарю. Если ты сказала правду, смотри. Вот увидишь, Филогония, я тебе сказала правду. И если бы не я, ты бы оставалась по-прежнему такой же дурочкой. Что случилось, Чунита? Я видела Чупаса мертвецки пьяным и рассказала все Филогонию. А, значит, Чупас опять спился. А чтобы она не разнюхала, он прячется где-то по ночам и врет, что работает в ночную смену. Это наказание ей за то, что она убила меня отца Чичу. Ты слышал новость о грязной продавщице? Нет, Донни Мальвина. Я надеюсь, этот ребенок не родится. Его рождение предотвратить невозможно. А ты этого хочешь? Я просто так говорю, сеньора. Он должен умереть еще до рождения. Это будет идеальное решение для всех. Но нам так и не удалось заманить ее в камеру с решетками. И все это время она счастливо проводила в спальне своего мужа. Почти счастливо. Я знаю, что мой сын недоволен ею, а она недовольна им. Но Хорхи Лоиз запретил ее забирать в дурдоме. И не верит, что она сумасшедшая. Он даже теперь забыл все, что было. Что она была больна. Конечно, теперь он не будет верить в это и даже подумать, что это было ложью. Нет, и нет. Я ведь приводила ему доказательства ее сумасшествия. И внушила ему, что у нее навязчивая идея его смерти. Теперь единственное, что нам поможет, это смерть этой проклятой. Надо так же убить ее ребенка. Чтобы он не стал наследником. А мой внук наследник. А это значит, он тоже должен умереть. Как она, доктор? Она успокоилась и отдыхает. Значит, это у нее были сладкие. Да, именно. И скоро раньше времени родятся близнецы. Близнецы? Привет, Пакита. Привет, Фила. Зачем пришла? А где мой муж? Его здесь нет. А разве он не должен был здесь работать в ночную смену? Нет. Почему? Скажи мне правду, Пакита. Ты же мне как сестра. Скажи мне правду. Мой муж действительно пьет. Значит, вы не знали правду? Нет, я ничего не знал. Разве беременная не состоит на учете у гинеколога? Разве она не делала ультразвук? Я жена отказалась его делать, а мама поддержала ее. Ваша мать знала, что делала. Это неприемлемо. Наверное, у нее были свои скрытые мотивы. В результате могут появиться осложнения, связанные с двойной беременностью. Близнецы! У меня будет два ребенка. Я до сих пор не могу в это поверить, Дигна. Какое счастье, Господи. В идеале они должны были родиться через два месяца, но скоро все ускорится. И если через полчаса не будет другого выбора, мы вынуждены будем мешаться. Вы будете делать операцию? Да, но это будет связано с большим риском. Но мы сделаем все возможное, чтобы операция прошла успешно. Но для этого нужно, чтобы вы подписали согласие. Хорошо, доктор, я согласен на все. Мама Алло. Это я, мама. А наконец-то ты позвонил, сынок. Я так переживала без новостей о твоей бедной жене. Что случилось? У меня хорошие новости, мама. Хочешь сказать, что она уже родила? И она с малышем чувствует себя прекрасно. Нет, Мария Мерседес пока еще не родила. Тогда в чем дело? Не понимаю. Мама, Мария Мерседес родит двойню. У нас будет двое детей. Двое? Двое детей? Я же сказал, тебе плохо слышно? Нет. Мама, почему ты никогда не водила мячик к гинекологу? Потому что вначале она сама отказалась сделать ультразвук. Но ведь с ней ничего плохого из-за этого и не произошло. Представь себе, мама, что ты теперь станешь бабушкой? Ни одного, а двух внуков. Это ведь так здорово, правда? Тебе понравилась эта новость? Конечно же. Я просто счастлива. Надеюсь, она себя хорошо чувствует. И не умрет вместе с детьми. Доктор сказал, что они сделают все возможное. Значит, они все-таки умирают. Что ты такое говоришь, мама? Я хотела сказать, что надеюсь, что они не умрут. Будем надеяться и молиться за твоих внуков. До встречи, мама. Ты очень счастлив, братик? Это наказание целых двое. Двое детей. Она решила наказать меня близнецами. Сразу двое. Одного ей видеть или мало. Они должны умереть. А значит, алкоголик со стажем все еще пьет. Лучшее, что ты можешь сделать, это поместить его в общество анонимных алкоголиков. Ему надо туда пойти, потому что он серьезно болен. Она сначала, я должна найти этого кровопийцу. А как он хитро разыграл меня? Где он, Пакита? Мой официант видел его в баре рядом. А ну, я его прибью за обман. Для того, чтобы он не убил меня. Если хочешь, вете в家, Дигна. Я оставлюсь с Мече. И ты, что ты?